отсрочки по обучению что должен знать каждый студент друзья всем привет меня зовут гулян алексей вы на канале службы защиты призывников и в этом видео поговорим с вами о таких вопросах местами не очевидных ну скажем так не все не знают люди задают вопросы поэтому решил это видео записать поговорим с вами как раз таки об отсрочках по обучению и обо всем что с ними связано поэтому если это актуально для вас может быть вы студент или вы родитель студента не для вас тема актуальна то обязательно смотрите до конца если остаются вопросы то задавайте в комментариях под этим видео либо лучше всего оставляйте заявку о нашем сайте ссылка на сайт есть в описании под этим видео позвоним вам бесплатно вас проконсультируем вон там найдете ссылочку описание видео итак ребят смотрите казалось бы тема достаточно простая очевидная то есть какие тут могут быть вопросы но они есть поэтому давайте разбираться начнем с вами издалека со школы то есть вот если парню исполняется в школе 18 лет то буквально недавно меня опять спрашивали то значит ему не дадут вы сможете куда поступить то есть сразу пойдет значит в армии уже да получается нет если школьник успешно сдает егэ то есть хотя бы на тройке то получает то он получает отсрочку на весенний призыв и призывать его будут только осенью если он никуда не поступит опять же если егэ не сдал то значит отсрочки не будет по учебе и не сразу пойдет в армию да если как по здоровью будем вот это что касается школьников теперь пожалуй один из таких неочевидных немного моментов я думаю что все вы знаете уже что отсрочку по обучению не считая школу дают только один раз то есть либо на средне специальные учебные заведения либо на высшее учебное заведение то есть если например вы учились в колледже ну там до 20 лет до этом до 19 лет получили там отсрочку то в бус вы уже если поступите то у вас не будет отсрочки по обучению даже если это будет военная кафедра тоже что-то спрашиваю что если военка то есть то наверное же как бы будет отсрочка нет то есть данном случае военная кафедра ну как сейчас правильно называется военный учебный центр даже если вузе есть то это не дает право на отсрочку вот но здесь есть один важный нюанс о котором опять же многие не знают у нас отсрочка это именно отсрочка которую выдал военкомат предоставлено военкомата например если вы поступили в колледж поучились там год и отчислились оттуда когда вам еще не было 18 лет то в данном случае вы не потеряли свою отсрочку по обучению вы ее не получали то что сам факт того что вы там учились ничего не значит вот если вы там получили отсрочку то другое дело поэтому важно именно получение как таковой отсрочки они просто учеба где-то или например вы тоже может быть высшее учебное заведение поступили вам еще было 17 лет и отчислились оттуда вы не успели получить отсрочку по обучению в таком случае вы тоже ее не потеряли потому что если вы например получили отсрочку по обучению вузе и отчислились оттуда то все к сожалению больше отсрочки по учебе у вас не будет даже не на то что вы вуз не закончили вот то есть вот это важно очень момента котором многие забывают и в военкоматах бывает давят на то ну ты же уже учился то есть тебе срочка по учебе не положено но это неправда если не выдавали отсрочка военкомате значит отсрочка по обучению будет вам положено опять же не забывайте что это касается только дневной формы обучения то есть никакие вечерние заочные формы здесь не котируется отсрочку по ним не получите вот теперь следующий момент если вы все там допустим получили высшее образование за кого закончили бакалавриат то вы конечно же имеете право на отсрочку на магистратуру если вы туда пойдете опять же здесь есть немного такой не регламентированный период что когда бакал бакалавриат уже закончил магистратуру еще не поступил как там быть но как правило все таки удается нормально пройти этот период чтобы вас не призвали то есть но военкоматах принципе все понимают но если возникают сложности то обращайтесь сможем вам помочь в этот период в армию конечно же не уйти и есть тут важный момент что если все-таки вы учились на специалитете а сейчас возможно будет все больше опять у нас специалитета по каким-то говорили про это в новостях по крайней мере посмотрим как это будет раз раз говорят может быть так и будет то магистратуру вы потом если пойдете то отсрочки уже не будет у вас то есть отсрочка положен на магистратуру только после бакалавриата вот тоже вот такой достаточно важный момент для тех кто учится на специалитете идем дальше следующая ступенька обучения да кстати ребят если все-таки возникает какие то вопросы как я уже говорил задавайте их не обязательно это может быть вопросы по отсрочкам по обучению может быть у какой-то другой вопрос может по здоровью может быть еще что то тоже не стесняйтесь задавайте но лучше всего оставляйте на заявку на сайте потому что в комментариях не всегда получается отвечать не всегда подробно можно ответить а по всем заявкам мы звоним всех консультируем так что будете лучше понимать что делать итак что же делать дальше да если вы решили дальше учиться вы сможете также получить отсрочку по аспирантуре вот по аспирантуре вы можете сколько раз вы будете в аспирантурах учиться столько раз у вас и отсрочка то есть там нет никакого регламента что например это должна быть первая аспирантура нет можете учиться несколько раз в нескольких аспирантурах это тоже допускается и вы будете получать отсрочку по аспирантуре то есть на высшее образование например у вас только одна отсрочка вот на аспирантуру таких правил нет и у вас будет еще год на защиту диссертации а то есть вы там три года например отучились у вас будет еще год на то чтобы защитить диссертацию вот это тоже такой важный момент про аспирантуру теперь всякие внештатные ситуации ну для кого-то штатные для кого-то внештатные если вы например в течение обучения вузе решили куда-то перевестись или отчислиться если вы просто отчислитесь то вы потеряете отсрочку если же вы переведетесь например другой вуз если будет тот же уровень программы например у перевели из бакалавриата на бакалавриат то и срок вашего обучения не увеличился более чем на один год либо не увеличился то у вас сохранится отсрочка по обучению если же например вы там с 3 на 1 курс куда-нибудь перевелись то отсрочки к сожалению уже не будет вот тоже смотрите учитывайте это и важный момент по академам по академическому отпуску вы тоже можете получить отсрочка правда если это академ не более чем на один год то есть если вы там один раз ходили в академ вам дадут от срочку то есть она продлится до на этот год но вот если вы еще раз соберетесь пойти в каем второй раз узи то вы можете получить но при определенных обстоятельствах академ 2 а вот отсрочку на второй к день вы уже получить не сможете вот поэтому тоже будьте здесь внимательны и чаще всего конечно парни теряют отсрочки именно при отчислениях из вузов то есть вот это самая частая история что если вы например там учились вам что не понравилось еще что-то то и не перевелись именно отчислить или вас отчислили то к сожалению здесь вы отсрочку потеряете опять же если вы сами отчислились по собственному желанию и восстановились опять в этом в этом вузе на этот же курс и как срок обучения вас не увеличился то тогда у вас . сохранить тоже важный момент но если у вас отчислили то ничего не получится то точно значит строчку вы потеряете ребят но вот как-то так постарался все моменты по отсрочкам для вас прояснить все самые часто задаваем вопросы вроде бы и здесь проговорил но если не остались то задавайте не стесняйтесь на все вопросы всегда отвечаем стараемся максимально вам помочь но и помните что если даже вы потеряли отсрочку по обучению то скорее всего при должном подходе вы сможете получить отсрочку по состоянию здоровья и даже и военный билет по обучению нас получить военный билет невозможно а вот по здоровью получить именно военный билет они просто отсрочка вполне возможно для многих так что если здесь тоже есть какие-то вопросы хотите проконсультироваться то велкам всегда вам поможем в этом но на этом сегодня все с вами был гулян алексей всем пока а